Всем таквенный привет, с вами Дрим. Ну что ж, бойцы, поздравляю, поздравляю вас с наступившим 2022 годом, желаю вам, конечно же, удачи, желаю вам счастья, здоровья, как можно больше денег, конечно же, куда без этого, конечно же, желаю, чтобы вы исполнили все планы, которые вы себе поставили на этот год, к примеру, у нас тоже с вами будет один план, да, там 500 тысяч подписчиков в ютубе, поэтому, ребят, если вы вдруг не подписаны, подписывайтесь. Ну и хотелось бы начать этот год, ребятки, конечно же, с чего-то позитивного, первый видосик, и он выходит у нас именно про прокачку аккаунта подписчика. Если вдруг кто не в курсе, я больше, чем неделю назад запустил розыгрыш, да, и там можно было выиграть именно прокачку аккаунта на целых 8400 ютешек. И прямо сейчас, ребят, мы с вами выберем, во-первых, победителя, ну а во-вторых, конечно же, мы ему прокачаем его аккаунт, все максимально просто. Но для вас тоже есть определенная новость, ребятки, смотрите, я, в принципе, увидел вашу поддержку под тем роликом, да, который у нас был именно про прокачку, там больше 6000 лайков, это очень-очень много, ребят, потому что в видосе просто я говорю условия розыгрыша и все. И, в принципе, я понял, что вам это интересная идея, да, идея максимально вам зашла, поэтому в этом видосе я запускаю еще один точно такой же розыгрыш, ребят. Для участия, пожалуйста, выполняйте все условия, это максимально важно. Вам нужно, во-первых, быть подписанным на мой ютуб-канал, ну и на остальные соцсети можно, конечно же, ссылочки есть в описании, да. Во-вторых, вам нужно поставить лайк, обязательно, вам нужно, конечно же, написать комментарий, где вы обязательно указываете свое игровое ID. Вот мое игровое ID, видите, вот оно, вот там наверху, да, я его не скрываю, вот оно, ребят. И, когда я выберу победителя, в принципе, сейчас вы увидите, как это выглядит, я ему сразу кидаю запрос, друзья, и, в принципе, он принимает этот запрос, и после этого мы ему прокачиваем аккаунт. Чтобы не было мошенников, которые вам напишут, что я менеджер и так далее и тому подобное. Нет, никаких менеджеров, никто вам не напишет, ребятки. Все максимально открыто и просто. Плюс к этому вам нужно обязательно открыть подписки, свои подписки на канале, ребят, чтобы я мог проверить, подписаны вы или нет, правильно? Правильно. Окей, в общем, всем желаю удачи. Результаты будут, ребятки, ровно через две недели. И очень важный момент, очень важный момент. Просто сейчас, чтобы вы понимали, мы с вами выбираем уже второй раз победителя. Я, в принципе, сейчас объясню все детали, да, почему так происходит. Поэтому есть одно еще дополнительное условие. Если вы в течение 24 часов не принимаете мой запрос в друзья, да, ну, я думаю, это более чем достаточно времени. Ребятки, я выбираю другого победителя, потому что это надолго затягивается. Результаты этого розыгрыша должны были выйти еще 30 числа. И я сейчас делаю переигровку, потому что там у парнишки были очень много проблем. Я, в принципе, сейчас вам все объясню. Так что, ребятки, вот эти условия выполнили. Всем желаю удачи. Сорян за такое длинное интро, да, многим оно не нравится, но здесь было много полезной информации, которую я должен был вам передать. Ну, а прямо сейчас погнали выбирать победителя. Но для начала хотел бы вам рассказать про приложение PubCash, с помощью которого вы сможете заработать себе халявные ЮЦ-шки. Просто устанавливаете себе на смартфон это приложение, выполняете несложные задания, а взамен вы получаете коды, которые можно ввести в игре. И даже в самом приложении есть детальная инструкция по получению кодов. Ну, а если вы хотите получить больше халявных ЮЦ-шек, тогда при регистрации используйте мой бонус-код. Ну, а само приложение можно скачать по ссылке в описании. Ну, что ж, ребятки, вот тот самый видосик, вы его видите, да, 6200 лайков, ребят, 6200 лайков, спасибо вам огромное. Мы берем с вами вот эту вот ссылочку, забираем отсюда, заходим на тот самый сайт, где мы всегда с вами выбираем победителей, да, вставляем сюда ссылочку, загружаем данные. Ровно 6000 комментариев и 6200 лайков. Ребят, если не сложно, поддержите этот ролик лайком, давайте наберем 7777 лайков, просто вот на максимальном позитиве начнем этот год. Плюс к этому, ну, это покажет, что вы поддержите идею прокачки аккаунта, вам это нравится, рубрика, и вы хотели бы больше такого контента. Только таким образом это и можно понять. Окей, в общем, вот у нас весь список, ребятки, да, нажимаем просто выбрать случайного победителя, нажимаем и выбираем. Де Уорд Дако, Де Уорд Дако. Окей, вот его айдишка, да, прекрасно. Хы, хы, ты выиграл, братан, поздравляю. Но, но, для начала мы с вами должны зайти на его канал и посмотреть, если у него открыты подписки. Подписки открыты, теперь ищем себя. Ищем себя. Вот он я. Максимально быстро выбрали снова же победителя. Чтобы вы понимали, в прошлый раз я также максимально быстро выбрал победителя. Но, к сожалению, он меня не добавлял. Потом были траблы со входом на аккаунт. И, конечно, в результате он просто психанул, сказал, выбирай другого. Поэтому мы с вами выбрали другого. Вот он. Поздравляю тебя, Де Уорд Дако. Жду, чтобы ты меня принял в друзья. В принципе, давайте мы прямо сейчас к нему туда добавимся. Вот его айдишка. Погнали. В принципе, давайте пошагово все покажу, как это будет выглядеть, ребят, чтобы не было просто лишних вопросов. Так, 6, 1, 5. Это его айдишка. Дальше. 1, 5. 9. 1, 2, 8, 6, 9. Поиск. Есть такой парнишка. Здравствуйте. Так, ну, в принципе, ему прокачка не помешает. Окей. Но сковородка, кстати, прикольная. Прикольная сковородочка. Кадако. Кадако. Окей, братан. Я жду, когда ты меня добавишь в друзья. Запрос отправлен. Но я хотел по-другому. Так. Ты выиграл прокачку. Окей. Ты играл. Ну, ладно. Он поймет, я думаю, да? Сорян, просто неудобно писать. Я телефон держу тут в стороне. Все. Мы ему кинули запрос, друзья. Теперь осталось ждать, когда он примет этот запрос. И после этого мы с вами зайдем и прокачаем ему аккаунт. Ну, что ж, ребят, свершилось. Я, наконец-таки, зашел на аккаунт победителя. Прямо сейчас мы с вами ему прокачаем аккаунт. Прямо сейчас. Он ответил вообще очень быстро. Он принял заявку прям, ну, моментально почти. Ну, минут 20 где-то прошло. Он сказал, что ему друг позвонил. Разбудил его. Он спал. Говорит, просыпайся быстро. Принимай запрос и выиграл там в прокачке. Но. Есть огромнейшее. Но, ребят. Я думаю, вы уже заметили. Это корейская версия. Мне пришлось качать корейский клиент. У меня его не было. Я ни разу на него не заходил. С донатом тоже заморочки. У меня показывает, если я открываю вот эту вкладочку. Как видите, 7200 рублей. В принципе, норм, да? За 8100 иц. По-другому никак здесь не взять. А у него, он из Казахстана, 110 долларов. Я не знаю, в чем разница. Почему так? Короче, вышло и дороже. Но. Я надеюсь, вы поддержите лайком, ребят. Я заморочился. Парнишка выиграл. Получилось зайти на аккаунт. Ну, я не мог, само собой, этого проигнорить. Поэтому, ребятки. За то, что все получилось. Надеюсь, вы прожмете свой лайк. В принципе, давайте ознакомимся с его аккаунтом. Он донатил только на РП. Это все-таки корейская версия. Поэтому у него есть один бесплатный мифик. Ничего более. Остальное только РП. И все. То есть, аккаунт вообще не прокачан, ребят. Не донатный. Он сюда именно ничего не закидывал. Чтобы вы понимали. Поэтому, в принципе, парнишка, ну, красавчик. Значит, как бы есть смысл именно, само собой, в том, чтобы ему прокачать аккаунт. Вы можете увидеть на скины, которые у него есть. Вот, это все из РП, да. Это снова же, вот, вы видите скины. И я знаю, то есть, видел много видосиков. Скины на рюкзак, пожалуйста. Видел много видосиков, что на корей там сыпят неплохо. Даже из бесплатных кейсов, да. И поэтому, в принципе, я был удивлен, что у него, ну, как бы нету именно многих скинов, там, каких-то мификов и так далее. Играет он неплохо. Видите, КД-4 у парнишки, да. Давайте посмотрим, с какого момента он играет. Так, как здесь? А, здесь тоже самое. Окей. Посмотрим, какой у него история, да. То есть, не новый аккаунт, а давно он играет. Ну-ка. А, он с 19 сезона играет. То есть, ну, как вы видите, по РПшкам, да. У него в 19 сезоне было золото. И вот два сезона подряд, два цикла он уже берет аса. Красавчик, красавчик. Ну что ж, давайте прокачаем. Давайте вообще разберемся, что тут за кейсы. Ребят, я не шарю за Корею, серьезно. Поэтому, надеюсь, будет все по красоте. Во-первых, есть вот такой вот кейс. 2700 ЮЦ-шек он стоит. Прикольно, прикольно. То есть, здесь прокачка будет максимально быстрая, я так понимаю, да. Ну и скины тут неплохие. Неплохо, неплохо. Ну, один раз мы крутанем этот кейсик, ребятки. Также здесь есть еще вот такой вот кейс. Он говорил, что хотел бы вот этот вот кейсик пооткрывать. Этот стоит 1080. Пооткрываем его два раза. Также здесь есть, ребят, костюм Икс. Он стоит почему-то здесь 1620. Я не понимаю, что здесь с ценами, если честно. И, в принципе, возможно, есть шанс отсюда выбить. Я не знаю, насколько здесь шанс дропа повышен, изменен. В принципе, прямо сейчас мы с вами это увидим. Но, для начала, давайте мы ему купим РПшечку. Он РПшечку еще не покупал. Да, давайте пойдем по, как говорится, протоптанному пути, да. Я думаю, стоит взять ему, наверное, простой, да. Я думаю, простой. Потому что он вообще говорил, что РП не нужно. А потом говорит, ну ладно, пусть будет РП. Потому что прокачается, заберу там мифики для миссии. Поэтому забираем ему РПшечку. Окей. Так, ну, давайте заберем. Ну, в принципе, это стандартная тема. ВЦ-шки вернулись. Хорошо. Так. С этим разобрались. Окей. Теперь. Ну, погнали, в принципе, в кейсы. Что делать? Я не знаю, что больше можно здесь делать. Персонаж ему сказал, что ему не нужен. Поэтому, в принципе, давайте начнем с кейсов. Предлагаю начать с вот этого вот кейсика. Откроем его один разок. Давайте посмотрим, что отсюда нам может упасть. А вроде говорили, что здесь анимация другая. Или это на японской версии, кажется, другая анимация. Так. Это точно корейская версия? Что-то тут вообще ничего не сыпет. Так, ну, давайте еще одну десяточку. Я вроде бы знал, что здесь прям сыпет неплохо, так же. Так. Сковородка. Ага. То есть, две тысячи ЮЦ-шек просто улетели и ничего не упало. Нормально. Нормально. Теперь давайте вот этот вот кейсик. Здесь, как бы, очень много мификов. Очень много скинов. Надеюсь, что-то годное упадет. Две тысячи семьсот ЮЦ-шек стоит, ребят. Две тысячи семьсот ЮЦ-шек. А, вот она анимация. Чекайте. Ага. Ну-ка. Сковородка. Сковородка. О, легендарочка. А то я уже думал, что сейчас ничего не упадет вообще. Ну, давай. О, арбалет. Слушайте, арбалет вот это хорошо, конечно. Так. Так. И. Ага. И у нас осталось сколько лиц-шек. Я не знаю. Вы смотрели, наверное, видосики с прокачкой, да? Это, получается, у нас максимально самая быстрая прокачка. Потому что, если я сейчас открою еще один такой кейс, то, в принципе, ЮЦ-шки закончатся, ребят. Да. А, ЮЦ-шки закончатся. Но, в принципе, другое что открывать, я не знаю. Здесь нам хватает... Даже не хватает на два раза, чтобы вы понимали открыть. Потому что он намного дороже. Я не понимаю, что за цены, если честно. Ну, давайте рискнем, давайте рискнем. Давайте откроем еще один раз эту десятку. И, в принципе, добьем по одной. Потому что другого выхода я не вижу. Это будет самая быстрая прокачка. РП-шку парнишки выбили. Кейсики открываем. Ну, давай что-то годное. Так. Хорошо. Давай мифи какой-то. Или прокачиваем оружие. Пожалуйста. Парашютик. О, вот что-то хорошее. Так, это что такое? Я такого не видел. Ну, давай мифик, пожалуйста. Меч. Прокачиваем. Дай про... О, да! Есть! Хорош! Мифик! Сюда! А, это что за костюм? Это что такое? Антилопа. Нормально. Так, мифик забрали, ребятки. А вот это вот круто. А вот это вот бомба. Так. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Мифик отсюда достали. Да, и в принципе, я думаю, все. Это максимально быстрая прокачка, ребят. Здесь, оказывается, много кейсов мы с вами не пооткрываем. А что мы ему выбили? Антилопу какую-то? Интересный такой костюмчик. Но самое важное, конечно же, вот этот костюм, ребят. Посмотрите-ка. Посмотрите-ка. Мы мифик выбили. Просто по красоте забрали. Остальные цешки, я думаю, оставлю ему, чтобы он мог именно РП-шку покупать, да? Кстати, мы не смотрели, что за скины на транспорт у него нет. О, смотрите-ка. У него здесь не было. Да вообще у него скинов, как видите, ну, нету. По факту вообще нету никаких. Баги. Вот, у него на баги теперь будет скин. Ну да, как бы заслуженно именно парнишка выиграл, ребят, согласитесь, да? Теперь у него будут скинчики. Смотрите, на коричок ему сделали скинчик, у него не было. На винчестер ему скинец попался, хорош. Дальше, что еще у него тут? На берил у него не было скина. Нормально. ДМР, что мы выбили тут? А, СКС-очка, пожалуйста. Ну, не знаю, ребят, пишите сами, как вы думаете, удачная ли прокачка. Ну, сорян, я как бы ориентировался на нашу глобальную версию. Я думал, что там, ну, будут совсем другие кейсики открыты, да? Будет другой дроп. Но, что поделаешь, как бы, я в правилах не говорил, что нельзя открывать именно... Нельзя участвовать, если у тебя корейская версия, поэтому надо выполнять обещанные, как говорится. Ну, что ж, так, у нас еще головы падали. О, у нас еще прекрасные головы есть, ребят. Хорош, хорош. Не, ну, на женском персонаже в этом костюмчике, я думаю, можно будет ему погонять. Очень прикольный костюмец. Я бы себе тоже хотел такой костюмчик, Банни Сет, мифический. Ну, что ж, поздравляю парнишку. Ребят, вы тоже участвуете, все максимально просто. Правила я озвучил в начале, так что всем вам желаю удачи. Если вдруг будет корейская версия, ну, что поделаешь, корейская версия. Я уже ее скачал, так что можно будет. Главное, чтобы у вас была привязана карта, как у него, и можно было все сделать. А, да, кстати, здесь еще бонусы какие-то раздают. Так, давайте возьмем. Неплохо. И еще вот такой вот скинец, неплохо. Хорош, хорош. Ну, что ж, на этом, в принципе, все. На этом, в принципе, все, ребятки. Поздравляю парнишку. Вам желаю такой же удачи, как у него. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Дрим. Всем топ-1. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok